Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона ведущая Саргалана Антонова за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Екатерина Голикова. Всего 200 лет назад вся наша одежда, текстильные изделия были изготовлены с помощью ручного труда. Сегодня в век новейших технологий этот процесс, конечно же, автоматизирован. А вот рукоделие стало настоящей ценностью. Где и когда появилось лоскутное шитьё, какое развитие получила у нас республики, как ему можно научиться. А также о многом другом сегодня мы будем говорить с гостей нашей студии. Это очень интересный человек, народный мастер республики Саха-Якутия, член Союза художников России, отличник народного просвещения Российской Федерации, лауреат премии правительства Российской Федерации «Душа России» Ольга Ивановна Гуляева. Здравствуйте! Здравствуйте! Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 32 00 66 и 32 11 66. Ольга Ивановна, прежде всего, позвольте вас поздравить с юбилейной датой. Спасибо. Я знаю, что вам исполнилось в этом году 85 лет. Ну и кроме того, мы знаем, что в эти дни в Центре культуры и искусства имени Кулаковского проходит ваша персональная выставка «Магия лоскутных узоров». Да. Давайте начнем наш разговор, наверное, с истории, да, вопроса. Это лоскутная техника. Вообще, когда и где появились вот самые первые упоминания о лоскутной технике? Женщины всегда старались украшать и свой дом, и свою одежду. В любое время, с давнейших времен, чем-то. А для женщин самое главное – это материал, это лоскутники, при помощи которых они создавали небольшие, может быть, сначала изделия, типа вот наволочки, типа маленькие картины, типа накидки, на кровать, на диван, на стулья. Вот с маленьких, мне кажется, начали изделия. И дошли вот сейчас до крупных изделий, которые мы называем аж триптих и панно. Очень большого размера. А вот какова история развития лоскутной техники в нашей республике? У нее есть, конечно же, свои особенности. Есть. И к нам изделия поступали же из других стран, привозили чаще всего, видимо, из Китая. И как бережно хранили наши мастерийцы вот эти вот лоскутики суконные. Это же очень дорого стоило. И вот с ноготок лоскуточки они хранили в сундуках, а потом из них создавали шедевры. Сегодня я покажу одно такое изделие. Ну, прежде чем мы начнем показывать, рассказывать, да, немножко все-таки хотелось бы узнать о вас, откуда вы родом, и вообще как давно научились искусству такого жития? Я отношусь к поколению детей войны. Поэтому я росла круглой, сиротой. Не было у меня ни отца, ни матери. Некому было заботиться обо мне. О себе я заботилась сама. И в 7 лет я попала в село Мачо к бабушке якутской женщине, ну, которая умела шить, умела выделывать различные шкурки. И этому она научила меня. Я, конечно, безмерно благодарна ей за это. Но нас, трех девочек-сестер, везли в Бадайбинский детский дом. А это был 1943 год. Ну, кто повезет? Я вот видела, в селе вообще не было мужчин. И нас оставили. По объявлению нас забрали три семьи. Я вот к моему счастью говорю, я попала в эту якутскую семью бабушки, у которой три сына были на фронте, и она меня взяла на воспитание. И научила многому. Трудолюбию, упорству, достижении своих целей. Была она очень строгая. Очень крутая. Если что, не по ней. Например, вот мы мыли полы. Вот я как запомнила, мыли полы. А тогда полы же были не крашены. Скоблили сначала ножом, потом присыпали песком, потом ирониковым веником, ногами драили. И попробуй, там где-нибудь будет рябинка. Бабушка подходила, брала косичку и просто показывала. И в следующий раз вот этого мы не делали. И, конечно, полы тогда мыть, это самая-самая трудоемкая и самая нелюбимая работа была у нас. Но мы учились трудолюбию, учились делать на совесть любую работу. Иголку с ниткой тогда впервые у них взяли? Да, иголку с ниткой впервые. И к нам приезжали охотники. В год один раз. И они сдавали пушнину. Зайчьи шкурки, беличьи, там каких только шкурок не было. И элени шкуры. Всё. И они сдавали. А бракованные оставляли бабушки. И вот эти бракованные зайчьи шкурки, мы мяли. И оказывается, их легко мять. Очень мягкая шкурка. А потом бабушка раскраивала. И всего-навсего вот так вот показывала. И вот когда первый раз она мне иголку с ниткой дала и сказала, кыз, она меня никогда почему-то по Оле никогда не говорила, бы кыз, кыз, кыр, смотри, и показывала, как вот так вот шить. И я когда прошила первую эту строчку, отсюда вот до сюда, мелким, ровным, она сказала, это что? Это тебя никто не учил. Вот у тебя дар, видимо, Божий. Бы кыз истинен был, былак. Вот она мне предрекла. Вот такое будущее. Это пророчество сбылось. Это пророчество сбылось. Ольга Ивановна, давайте обратимся как раз-таки к вашим работам. Это триптих, который мы видим, здесь представлен. Расскажите, пожалуйста, о нем. Вот этот триптих. Он отражает тяжелое ваше детство. Да, это триптих был задуман мной давно-давно. Но он созревал, каким образом, как его мне показать именно в лоскутиках, показать, чтобы было это и красиво, и доступно, и отражало какую-то большую-большую идею. Ведь любая работа, она просто так не делается. А это отражение целой эпохи, которую мы называем дети войны, поколение дети войны. Это все были сиротами. Миллионы детей остались сиротами после войны. И вот одна из них, вот первая часть триптика, так и называется, сиротка. Я выросла на реке Лени. Я очень люблю Лену во всех ее проявлениях и летом, и зимой, и осенью, и весной. И вот летом я играла камушками, собирала их. Кукол у нас не было. Это материал тогда вообще. Это была роскошь. Любимые игрушки были камни. Камни, любимые игрушки. И вот на берегу сидит плачущая девочка, птичка около нее. И она с ней, видимо, совещается, говорит о своем трудном детстве, о том, что вот чего-то ей не хватает. Конечно, мне многого тогда не хватало. Я чего-то хотела совсем другого. А этого у нас не было. У нас не было даже карандашей рисовать, цветных карандашей. Материала не было у бабушки, чтобы мне дать что-то шить. И вот как отражение, видите, да? Но просвет есть. Это наверху отзывы к войне. Это отзывы к войне. Мы маленькие были. Это 43-й год. 44-й год, мне 7-8-9 лет только было. Мы только слышали, как разговаривают, что где-то бомбы. Вот это слово бомбы запомнило. Что взрывы, немцы. Откуда мы знали? В глухой деревушке. И вот как отзыв к той войне, вот это вот красное зарево там. Вторая часть, это уже взрослая. Называется, как молоды мы были. Все стремились тогда к свету, к знаниям. Я и мой муж окончили. По два института мы закончили. И уже светлое будущее. И дети наши взлетели. И я учителем проработала 46 лет. В школе 47 лет. И дети мои сейчас взрослые уже, ученики мои. И профессора, и доктора науки, и академики. Каких только профессий не выбрали мои ученики. Талантливые все были. И как отражение вы видите в листиках, которые зеленые, и наверху яркое зарево. Ну, а годы летят. Ах, как годы летят, называется третья часть. И видите, если мое отражение, мое отражение уже тонкой талии, то и нет, как видите. Но по служебной лестнице, ну, как мы сейчас говорят, карьерная лестница, мы тогда слово карьера не употребляли. Но я достигла тут, чего я хотела. Я хотела научить как можно больше детей. Уму, разуму. Чтобы они были честными, трудолюбивыми. И мои дети, и ученики мои. И достигли чего-то. И вот они взлетели. Улетели наши дети. И целая серия вот эта посвящена поколению детей. Детям войны. Ольга Ивановна, вы, насколько я знаю, работали всю жизнь учителем русского языка, литературы. И даже немецкий язык преподавали. Да, да. Где вы учились? Я училась в городе Перми, на Западном Урале. И студенческие годы были для меня, ну, наверное, самые лучшие, самые светлые и беззаботные. Почему-то я так думаю. Я сидела всегда на лекциях на первом ряду, схватывала на лету все, что рассказывает преподаватель, потому что мне это хотелось. Я думала, чем я больше буду знать, тем лучше. Но самое памятное для меня осталось два лета по призыву комсомола. Мы работали на уборке богатейшего целинного урожая. Я работала соломо-копнильщица, работала полмесяца, даже помощником комбайнера. Это все была комсомольская путевка. Это была комсомольская путевка. Беззаботная студенческая юность. Беззаботная студенческая юность. Жизнь настолько интересная. Мы никогда не видели, что Шишкина картину, мы знаем, рожь, да? Ну, до конца, до края не видно. Там хлеб, рожь. А тут воочию мы видели. Настолько это... Просто нас поражало, да? Сколько глаз хватает, как океан, как море. И это пшеница. И, наверное, вот красоты нашей природы, да? Дают вдохновение как раз-таки для создания таких работ. Я вот вижу, что они в основном у вас выполнены в очень яркой технике, да? Очень хорошие, радостные, можно сказать, краски вы применяете. Мажорные, потому что жизнь, она вот... Как-то я вот, наверное, еще с детства поняла, что жить это так хорошо. Но у меня в детстве было, конечно, очень трудное. Это русскоязычная деревня была. Поэтому там все пили, самогон гнали, брошку варили, как они говорили. Я все это видела. И когда бабушка была пьяная, я убегала в лес или вот на берег реки. И в лесу я наблюдала за этими всякими насекомыми, за растениями, за листиками всякими. И у меня там был любимый ручеек и любимый цветок, который я называла «Жарки». Ой, какое... Это какое-то... У меня до сих пор в глазах вот этот цветок. Мы на островок, на лодке переплывали, чтобы посмотреть вот эти диковинные-диковинные цветы. Их не рвали. Просто смотреть. Вот такое бережное отношение у нас уже с тех пор зарождалось в душе у каждого, кто любит свою природу, свою родину, свой лес, каждую травинку. А уже вот первая осознанная работа в лоскутной технике в каком году у вас появилась? Ну, это уже давно, давно больше четверти века тому назад, наверное, уже тогда. Первые работы были машинные. Уже тогда сукна у нас тогда не было. Очень редко сукно было. А вот уже лет 20 тому назад появилось сукно китайское. Но только двух-трех расцветок. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. И я напомню, что мы сегодня говорим о лоскутной технике. И сегодня у нас в студии народный мастер Республики Саха-Якутия Ольга Ивановна Гуляева. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о лоскутном шите, о том, где оно находит свое применение, а также о том, что наполняет лоскутные изделия любовью и положительной энергетикой. Об этом мы беседуем с народным мастером Якутии, со своим ярким почерком и стилем, ветераном труда Ольгой Ивановной Гуляевой. Напоминаем, что наша программа выходит на телевизионном и радиоканале НВК Саха одновременно. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-00-66-32-11-66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Может быть, кто-то учился у Ольги Ивановны, может быть, кто-то в эти дни посетил выставку. Конечно же, нам хотелось бы услышать мнение о ее работах. Пожалуйста, звоните и делитесь им. Ну что же, а мы продолжаем наш разговор и поговорим вообще о процессе создания, скажем, любой работы. Сперва это эскиз или же импровизация? Вот мне хотелось бы узнать об этом. Вот как такового эскиза нет. Эскиз у меня в голове. Я не умею рисовать. Я с детства не умею рисовать. У нас не было рисования. И потом, почему-то вот не люблю рисовать и все. Поэтому у меня все в голове. И когда мы начнем, когда хочу я что-то сделать, я вижу это в красках, в цвете, как это должно лежать, как это должно выглядеть и с чего ее начинать. Хорошо. Ну, даже вот эту, если мы работу эту возьмем, значит, полностью, значит, я так и задумала, что это будет три птих, три полотна, которые будут показывать жизнь, например, целого поколения, детей в войне. И значит, надо начинать с детских лет. И поэтому вот такая идея пришла, что мы действительно были все сиротами и сиротка сидит на берегу Лены. Ну, вот так вот и начинается потом. И подбираешь материал, что должно окружать ее, как она сидит, ее и поза, ее мысли, может быть, что ее окружает, какова вот природа. Вот это все-все продумываешь в голове и потом начинаешь крыть. И обязательно, если на берегу сидишь, на берегу камешки мои любимые, с которыми я играла. У меня есть еще специальная работа, которая называется «Камешки моего детства». Хорошо, лоскутная техника шитья, это же очень трудоемкий процесс. Очень трудоемкий. И для того, чтобы лоскутки ткани превратились действительно в произведение искусства, нужно затратить очень много времени. А сколько у вас уходит на создание, например, подушечки? Или сколько времени вы затратили на создание криптиха? Ой, это, во-первых, продумываешь, вот это годами, месяцами думаешь, а потом задумали, первую часть, приблизительно, я знаю, ну, конечно, мне помогают мои подруги, затем вторая часть, как будет выглядеть, как фигуры будут стоять, на чём они стоят, как вот это окружение, вот это всё, и тречить. Это всё продумываешь в голове, и потом, и когда начинаем мы раскраивать, например, ту же лестницу, вот где стоит вот эта вот женщина уже немолодая, и это радостное событие. Вот творить, шить, вот для меня это не труд, это не бремя, ай-ку, я так не говорю, мне нравится вот это, сам процесс шить, я сам процесс, выдумки, задумки, раскроя, подбору материала, вот это всё для меня это нормальное, хорошее, как бы, событие, которое исполняется, это моя заветная мечта. Поэтому, мне кажется, и все мастерицы, которые шьют, они так работают. Для них это не обременительно, это не тяжкий труд, конечно, а на самом деле приходится сидеть по 10 часов и по 12, отрываясь только-только там, чтобы поесть, попить. Дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 60, пожалуйста, если у вас есть вопросы к моему собеседнику, это народные мастеры республики Саха и Якутия, Ольга Ивановна Гуляева, то звоните к нам и присоединяйтесь к разговору. Ну что же, мы продолжаем нашу беседу. вот залогом успеха изделия, мне кажется, является точность раскроя ткани, вот каким образом она достигается. Это же, мне кажется, очень сложно делать прорези для того, чтобы вот ввинить другую ткань, создать узор, рисунок. Освоить надо техники, как бы так, от Тарантиги, да, контирование, мы говорим по-русски, да, очень сложная техника, не всем это удается, и поэтому мастеров у нас именитых сейчас не так много по лоскутному шитью. Вот я хочу остановиться на своих ученицах, могу остановиться, да? Да, конечно. Вот мои ученицы из Кобяевского луса, я могу встать, да? Можно встать? Нет, лучше сидите. Хорошо, вот мы будем говорить о Барду. Посмотрите, пожалуйста, очень мелкая работа. Вот откуда это идет? Это идет от наших предков, от наших бабушек, прапрабабушек, когда каждый сантиметр материала стоил очень дорого, потому что он был привозной, и каждый маленький кусочек они бережно хранили, в сундук складывали, а потом создавали вот такие шедевры. И вот сейчас мы воспроизводим вот это вот не знаменитое, будет знаменитое, я думаю, Рухина Владимировна Сметанина из Кобяевского луса. И вот это она шила полтора года только вот эти вот одни квадратики. А так она два года работала над этим полотном. Но это стоит того, потому что так шили наши прапрабабушки. А мы сейчас шьем единицы у нас в республике таких шущих, как она, единицы. Вот еще Вилюйская моя мастерица из Верхнего Вилюйска, замечательная, талантливая мастерица Ирина Георгиевна Павлова. И вот видите, вот ее работа тоже мелкие-мелкие, вот как у Руфины. И какой подбор цвета. И цветовая гамма здесь. Это произведение называется «Обегем Аллах». И когда издали смотришь, действительно кажется, это Аллах, усеянный мелкими, красивыми, красивыми цветами, где мало народа ходило и не растаптывало. Ольга Ивановна, у нас поступил телефонный звонок, давайте послушаем наушники. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло, говорите. Добрый день, Ольга Ивановна, вы вообще мастер с большой буквы. И, пожалуйста, вот этот жилет покажите, а шитье своих жилетов, которые сзади стоят. Покажем. Спасибо. Жилеты покажите. ну давайте, вы можете встать и продемонстрировать. Ну, жилеты, жилеты, конечно, это один из традиционных видов одежды. Вы знаете, встаньте вы, пожалуйста. Михаил Михайлович Лосова, все вы знаете, этнографа, художника, знаменитого, который жил в 19 веке. И вот по его книге, по его эскизу я создала вот это вот произведение. Мне оно очень нравится. Я очень долго работала над ним. И вот эти вот железные изделия, декорирование металлическими изделиями, вот это, это специальный заказ, литье. Спиной поверните, пожалуйста. Вот так вот. Настолько красиво, настолько красиво смотрится. И вот якутские женщины шили для себя вот такие вот красивые изделия, от которых глаз не оторвать. Если мы надеваем вот такие вот жилеты и выезжаем куда-нибудь, конечно, от нас, не оторвая глаз, на нас смотрят. Видите, вот теперь на мне жилет. Жилет этот шила я сама для себя. Он очень красивый, мне он очень нравится. И к любому платью подходит. А вот этот вот жилет, вот этот вот жилет, этот жилет шит. Шесть лет тому назад я в нем ездила в Москву получать высшую награду, премию, лауреата премии правительства Российской Федерации, душа России. Вот стоит скульптурный запрещение. Кстати, это единственная награда в нашей республике, которую вы получили. Да, другие тоже получали, только по другим направлениям. А лоскутницы, вот, я первая. Хорошо. не последняя. Наши последователи, женщины, молодые, талантливые, очень много сейчас. И мои ученицы есть, и ученицы других мастерицей. Поэтому, я думаю, что будут. Хорошо. У нас телефонный звонок. Послушаем наушники. Да. Алло, добрый день. Здравствуйте. 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 Поздравляю вас с выходом в эфир. по пропаганде своего самого национального, самого талантливого творчества. И желаю, чтобы вы дали мне дату рождения. Можно? Да. Спасибо. Поздравили вас. Поздравила. Мужчина, по-моему, Иннокентий Иннокентий Жирков, кажется. Хорошо. Итак, вот мы говорили о ваших работах, да, но овладеть сначала основами, а затем уже тонкостями, тайнами шитья. Это очень долгий и увлекательный процесс. И не каждый может его пройти, так? Так. Вы согласны с этим? Я согласна. Вот я знаю, что за время своего творчества вы дали большое количество мастер-классов, да, уроков, провели очень большое количество занятий с теми, кто действительно хочет заниматься лоскутной техникой, да. Что вы можете сказать об ученицах? Какой процент из них действительно вот предрасположен к творчеству? Вот. Сколько из них может заняться настоящим творчеством? Вот 10 с лишним лет тому назад, где-то лет 12 тому назад я приехала в село Барагонцы у Салданского луса и проводить мастер-класс. Собрались прямо женщины, их больше 20 было. И вот из этих 20 двое и одна особенно яркая-яркая. Я сразу разглядела, что вот сидит Мария, вот я подумала про нее, когда я посмотрела ее работу, я подумала, что из нее что-то выйдет. И действительно вышел из нее большой-большой мастер. Она замечательная мастерица, талантливая, совершенно уникальная. Вот ее работа. Вот ее работа. Это потом, притом она, вы знаете, творчески одаренная. Вот откуда-то она берет свои идеи, откуда-то берет свои вот эти краски. Вот ее работа на мои не похожа, а она моя ученица. Ну вот это самое главное, наверное, да? Когда ты видишь успех своего ученика. Успех, и у нее свой почерк. Вот это мне нравится. И она уже дважды лауреат в такой большой выставке, как «Лоскутная мозаика России». И на международных она принимает участие. Сейчас у нее свои ученики и свои ученицы. И у нас вновь телефонный звонок. Алло, добрый день. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда можно начинать шить, если муж умер, вот, недавно, год надо подождать, вот, лоскутным хотим шитьем. Плохо слышно? Когда можно начинать шить, если, ну я, это, после смерти мужа, когда можно начинать шить, люди хотят вот заняться именно лоскутным борщом? Да, уже пройдет 40 дней. По прошествии 40 дней уже можно? по прошествии 40 дней можно. Хорошо. Ну у меня тоже много же было, и дети умерли, я тоже прекращала шить. То есть, чего только нет в вашей жизни, да? Но любой рукодельнице необходим хороший запас материала для творчества. Есть у вас какие-то свои секреты? Как вы храните его? Я храню, самое главное, чтобы не было моли в квартире. За этим я слежу, у меня никогда их не бывает. Обыкновенно, я в однокомнатной квартире живу, они у меня напереди стали с топами, с топками, вот так вот, друг на друга, друг на друга. Много. И мы же не одним же цветом обходим сейчас. Сейчас, тем более, разноцветия. Очень много сейчас. Ольга Ивановна, мы продолжим разговор об этом в нашей третьей части передачи, дорогие друзья. Впереди вас ждет реклама. Не переключайтесь, оставайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о лоскутном шитье, о том, где оно находит свое применение, а также о том, что наполняет лоскутные изделия любовью и положительной энергетикой. Итак, напомню, что гость нашей студии сегодня народный мастер Якутии со своим ярким почерком, стилем, ветеран труда Ольга Ивановна Гуляева. Напоминаю, что программа выходит на телевизионном и радиоканале НВК Саха одновременно. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Ольга Ивановна, ну вот, мы поговорили о крупных формах, да, о триптихе, о панно, и мне хотелось бы все-таки обратить внимание на работы, вот, где вы используете наше мелкое, да, шитье. повод. Давайте расскажем немножко о них, да? Ну, у каждой хозяйки, у каждой мастерицы остается очень много мелких лоскуточков, обрезков, которые остаются после шитья вот таких больших полотнов. Мы же их не выбрасываем, потому что это очень дорого стоит, каждый метр сукна стоит 600 рублей, а нас никто не снабжает, нас никто не субсидирует, мы все, почти все пенсионеры, вот те, кто работаем, и поэтому приходится бережно обращаться с ними. Ну, для этого я вот сейчас, но не сейчас, я уже давно начала шить вот такие вот подушки, красиво очень, мелко, любой рисунок вы можете здесь подобрать, и полоски, и квадратики, и цветовую гамму, какую угодно, это творчество фантазии, даже лучше, мне кажется, чем вот на большом таком триптихе, потому что тут простор фантазии, половину можно сделать черной, например, а половину бело-красной, ну, как угодно, это от фантазии зависит. Очень много... Хорошо, Ольга Ивановна, у нас телефонный звонок, давайте тоже его примем, возьмите наушники. Алло, добрый день, слушаем вас. Так, Ольга Ивановна, поздравляем выходом на эфир, и 75-летием нашего любимого Ихудского художественного училища. Нашего преподавателя, знаем Ольгу Ивановну, более 40 лет, желаем крепкого здоровья, успехов в творческой работе, гордимся выпуску 85 Афанасии Лопатин Татта. Спасибо. Спасибо, действительно, очень приятно слышать слова тех, кто знает вас. Я хочу взять бы и показать. И еще вот последнее время, последнее время я решила делать маленькие картины и обрамлять их. Рамы очень красивые, подбираем багетные. Они очень украшают. Они очень украшают. Можно и для подарка, и для себя. Не обязательно вот такие крупные квадратики. Можете сделать маленькие квадратики. Можете любой формы, любого размера, как угодно. И можете совсем маленькие вот такие сделать, и тоже в рамку сделать, и тоже красиво. Я вот сегодня не принесла, забыла принести. И потом применение нашим лоскутикам любая мастерица, любая, кто желает что-то сделать полезное для себя, ни одного кусочка не выбрасывайте. Все копите и делайте вот такие, создавайте свои шедевры. Хорошо, у нас еще телефонный звонок. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Дорогая, спасибо, она не берет. Мы слышим, слышим вас, говорите, пожалуйста. Дорогая Оля Айбановна, Сурабчинские мастера поздравляют вас с персональной выставкой. Спасибо. С персональной выставкой. Спасибо. Желаем у вас идет развитие в вашем творчестве. Желаем еще еще лучших работ. Спасибо. Спасибо. Действительно, давайте немножко поговорим о вашей выставке, да, в эти дни в центре Кулаковского, вот как мы сказали в самом начале передачи, проходит ваша юбилейная выставка. Это уже которая по счету? Ой, это сосчитать невозможно, сколько я уже участвую. Персональная вот такая вот, именно только мои работы, это первый раз. Второй раз, можно сказать, к 80-летию. Дети я делала выставку, и вот это к 85-летию. Это работы все последние 3-4 года. Сколько работ здесь представлено? Много, я не считала сколько, я не люблю считать, просто мне нравится выставлять свои работы и работу своих учениц, потому что я как учитель люблю, чтобы обязательно были последователи, кто-то продолжит твое дело. кто-то увидит вдохновиться, может появится интерес, любопытство, а дальше стремление и наконец-то само творчество. А у нас опять телефонный звонок, давайте его примем. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло? Алло, говорите, пожалуйста. Алло, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Очень хорошая передача, спасибо большое за передачу. Я горжусь такими старейшими мастерами. Живите долго, здоровья вам, счастья. И эти выставки до какого будут стоять и где. Спасибо. Так, выставка проходит в Центре культуры и искусства имени Кулаковского, адрес Дзержинского 13, и до какого числа? И послезавтра, в воскресенье 18-го числа уже закрывается. Так что остается не так много времени на самом деле у наших телезрителей, радиослушателей, для того, чтобы прийти в эти дни и действительно увидеть работы Ольги Ивановны воочию, увидеть их и, может быть, даже вдохновиться. Ну, и встретиться со мной, я почти каждый день там бываю, провожу экскурсии, очень нравится им, когда я рассказываю о своих работах, о работах моих учениц. Ну, вот, видите, даже и встретиться с мастером можно. Ну, Ольга Ивановна, я вот удивляюсь, как у вас хватает времени на то, чтобы вот раньше вы преподавали, занимались лоскутным шитьем. Кроме того, я знаю, что вы являетесь членом женского вокального ансамбля «Долбар». Как вы все совмещаете? Как на все хватает времени? Ну, когда был жив муж Василий Николаевич, конечно, он мне всегда помогал, домашние работы он брал на себя, заботу о детях. Кроме того, у меня еще были командировки такие, ой, это, это, я сейчас не представляю, как я, но я крутилась, вертелась, но все успевала, я быстроногая, быстрорукая, быстроглазая, быстроглазая, говорят мои подруги, ну, все успевала. А в последнее время у меня внуки выросли, я одна живу, в этом времени меня свободно много, и когда хочу, я начинаю шить. И когда она ходит на тебя вдохновение, хочется шить, шьешь, и не замечаешь ни усталости, ничего. Это приносит тебе радость, удовлетворение, и, наверное, продлевает жизнь, потому что иголка это иглоукалывание, это, это самолечение, мне кажется. Развитие мелкой моторики. Да, мелкая моторика все время работает, и тем более, когда вот эти вот укалываешь, это как иглотерапия. Хорошо. Что примечательно, Ольгу Ивановну знают не только в нашей республике, но и за ее пределами, да, я знаю, что ваши работы принимали участие в различных выставках, конкурсах, не только у нас, в России, но и за ее пределами. Кстати, вы протоптали дорогу на российскую выставку «Лоскутная мозаика России». Сколько лет назад это было? Это было далекий 1989 год. Вот. Мы первую свою выставку сделали в 1998 году, а в 1999 мы впервые с Еленой Давыдовной поехали на вторую всероссийскую выставку «Лоскутная мозаика России». И с тех пор вот за нами уже наши последователи, наши ученицы и из других «Лоскутных» отовсюду сейчас ездят на эту выставку. Очень престижную в России, потому что такой выставки в России больше нет. Ольга Ивановна, ну вот, несмотря на то, что вам 85 лет, вы прекрасно выглядите. ну и кроме того, шитьё, это ведь, наверное, здоровье прежде всего наших глаз. Да. Вот как сохранить глаза? Какой-то совет вы можете дать людям, которые занимаются творчеством и так далее? Ну, очки, очки, конечно, у меня есть, но вы знаете, вот у нас же длинная зима, да, и вот я зимой в тёмное время не шью, и при лампе, вот при таком освещении, я тоже не шью. Зимой я стараюсь все свои дела отбросить, и в 11 часов уже светло, и вот при дневном свете часа 3-4 я сижу и шью. А когда уже в 3 часа уже начинает темнеть, да, после 3 зимой, я уже откладываю всё это. И поэтому, потому что зима, может быть, поэтому я сохранила зрение. А сейчас прекрасно, сейчас солнце сколько угодно светит, а зима у нас длинная, всё-таки уже с ноября месяца, посмотрите, вот до февраля, до середины, я шью только при дневном свете. И какой совет вы можете вообще дать новичкам, те, кто только, например, делает первые шаги в творчестве? Вот кто только, ну, скажем, взял иголку с ниткой в руки? Ну, прежде всего, надо любить то дело, которое ты делаешь. Если ты любишь это дело, увлечён, и тебе приносит удовольствие, радость, вот то, что ты делаешь, мне кажется, любая мастерица может достигнуть и высот каких-то, и найти свой почерк. И каждая мастерица должна искать свой почерк, свою индивидуальность показать именно в этом лоскутном свете. А для этого надо иметь здоровье. А за здоровьем надо следить. А какими качествами должен обладать вот человек, который занимается творчеством? прежде всего, что необходимо? Наверное, усидчивость? Усидчивость, неторопливость, неспешность, умение, и добрая душа, хорошая, всегда быть в позитиве. Мало что, в нашей жизни много всякого. Быть позитивной, быть доброй, уметь видеть красивой в природе, в жизни, на выставках, везде. Я когда иду, смотрю даже, как женщина одета, какого цвета у нее пальто, платье, обувь, ну, все-все. И особенно надо побольше быть на природе. Природа, матушка, это кладезь цветовой гаммы. То, что мы ищем, мы находим в природе, в лесу, в тайге, в поле, на море, на речке, где угодно, только на природе. Ну, ваши работы действительно показывают, что традиция лоскутного шитья живет, дышит, и самое главное, развивается. И чтобы это развитие шло дальше, ваше пожелание? Ну, надо, чтобы мои последовательницы, те, кто был на моей выставке, видели, как надо работать, как много усилий, усидчивости надо видеть. Я люблю цвет, и поэтому я рекомендую просто чаще выходить на природу, чаще выходить. Вот я думаю, что то, что я вижу, цвет, это дано мне природой. Я нашла это в лесу, в тайге. Ну, что же, и вот на такой положительной ноте быть рядом с природой, смотреть на нее, мы и заканчиваем наш разговор. Это была программа «Якутск. Сегодня». И сегодня гостем была народный мастер республики Саха-Якутия Ольга Ивановна Гуляева. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова.